Всем привет! И у нас, вы все верно поняли, это первый, первейший, самый олдовый, классический, ремастерский и, наверное, уже кринжовый выпуск новостей XCOM. Итак, меньше болтовни, больше новостей. Первая новость, у нас появились новости, и именно поэтому вы должны максимально быстро и беспощадно пролайкать это видео, а также подписаться на канал, поцеловать маму, обнять папу, да и стать вообще максимально счастливыми людьми на земле, ведь наша основная сегодняшняя новость именно про счастье. Какое счастье, что в Телеграме появилась полная анонимность. Да-да, вам не послышалось, в мессенджере, который позиционировался как анонимный, появилась анонимность. Напомню, что дата появления Телеграма 2013 год, а дата появления полной анонимности в Телеграме 2019 год. Но разве не сказка? Ох уж этот маркетинг. Фантастическая функция дает возможность полностью скрыть номер вашего смартфона, ведь ранее вас могли найти третьи лица, благодаря добавлению номера вашего смартфона в свои контакты. Например, так делали полицейские в митингующем Китае. Вангую, что года через три данную функцию придумают у себя и WhatsApp, а потом и Viber через пару лет переизобретет данную технологию, если раньше, конечно, не закроется. Итак, это был первый выпуск и первая новость. Аплодисменты. Во-вторых, и это важно, у нас на канале появился обзор на принтер без картриджей. Вы только вдумайтесь, Илон Маск там ракеты из космоса возвращает. А у нас уже принтер можно заправить за две секунды не парясь и вообще не испачкавшись краски. К просмотру, в общем, обязательно. Далее по списку новостей мы попадаем прямо в игровую мобильную индустрию. Компания NCSoft представила трейлер грядущего мобильного проекта под названием Lineage M. Ну и, собственно, ролик стал объявлением о старте регистрации в данном проекте. Невероятно, фантастически, и я так счастлив этому, что регистрироваться не буду. Но если вдруг хотите зарегистрироваться, то ссылочка будет в описании. А также ссылка на наш интернет-магазин. И вот в него надо идти обязательно. Так, немедленно ролик поставили на паузу, пошли в наш интернет-магазин, купили сытных гаджетов и вернулись обратно. Ну, продолжаем. Следующая лютая очередная новость. Что-то вот-вот я вижу там. Rockstar анонс RDR2 очередной. В общем, да, Red Dead Redemption. И, казалось бы, вот я сейчас должен сказать, он вышел на PC, его анонсировали, но нет. Во-первых, я расскажу про то, что я люто обижен на Rockstar. За то, что у меня украли аккаунт с GTA 5. А Rockstar Russia отказались мне его возвращать. Ну, а во-вторых, сколько уже было новостей про Red Dead Redemption 2. Да мне, честно говоря, уже все равно, выйдет она на PC или нет. Rockstar вообще очень не очень красиво поступает, максимально сливая PC аудиторию. А уж после факапа с моим канушем в небытие акком GTA 5, я вообще не вижу смысла что-то покупать от них. Хотя, признаюсь честно, в RDR2 отличные игровые механики и в целом данная песочница очень и очень интересна. В общем, двоякое мнение, но дата-майнеры с форума GTA Forms нашли упоминание нескольких PC-версий игры с описанием функционала DirectX 12 и MSAA сглаживания. Круто, конечно, но я подожду официального анонса от Rockstar и уж потом по скидосу в Стиме через несколько лет, может, и возьму данную игру. Ну, так же быстро ее возьму, как мне отвечает компания Rockstar. Итак, я уже забыл, какая там у нас новость по счету. И тут сразу становится заметно, что я гуманитарий и говорить что-то кроме свободной кассы вряд ли способен. Сбербанк будет доставлять продукты из магазинов. Да, я не шучу. Совершенно недавно гремели новости, что Почта Россия хочет продавать алкогольную продукцию у себя в отделениях. И тут сразу же подтянулся и Сбербанк. Называться данная история будет Сбермаркет. Пока данный проект работает только в Ростове-на-Дону и Краснодаре в тестовом режиме и будет доставлять товары из магазина метро. А вообще ноги данного проекта растут из компании Инстамарт, владельцем которого стал Сбербанк. Именно эта компания и занимается доставкой. Ну и собственно, само собой разумеется, Сбермаркет будет представлен именно там, где работает сейчас компания Инстамарт-совпадение. Не думаю, но да ладно. Ладно, что-то мы затянули. Давайте последнюю новость. И я сажусь дальше обзоры пилить для вас. Кстати, быстро запаузили видосян и написали в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я пообозревал. Итак, на выставке IFA 2019, куда я не поехал и меня никто не позвал, уже практически закрывающийся и обанкротившийся, по мнению американских властей, Huawei представила флагманский процессор Kirin 995G. Я думаю, вы все из названия поняли, что это первый в нашем мире процессор, выполненный на 7-минометровом техпроцессе, несущий в себе 5G модем. Конечно, Huawei заявляет о фантастических показателях энергоэффективности, прекрасных графических показателей и невиданные до сели возможности по интеллектуальным вычислениям. Что будет по факту? Честно говоря, не знаю, но уже обновил Antutu и Geekbench до последних актуальных версий. Конечно, Huawei в стиле наших любимых Apple заявил об увеличении мощности в многоядерном режиме на 10% в сравнении с Kirin 980 и на 9% в одноядерном. Но все мы знаем, как разработчики любят преувеличивать, поэтому ждем устройств на этом процессоре. А я, так и быть, протестирую их для вас и расскажу, стоит ли их покупать или не стоит. И если стоит, то только в интернет-магазине XCOM, SHOP и точках, потому что лучше, потому что можем. В общем, пишите в комментариях, как вам дичайшие разрывные и безбашенные новости. Если вам понравится, я готов их хоть каждый день клепать. Не уверен, правда, что со мной согласится наш монтажер.